Доброе утро, мои дорогие. Собрала светофор. На улице плюс 14, но выглянуло вроде солнышко, поэтому долго выбирала, что это мне одеть, чтоб и не жарко было и не холодно. Ну вот так одела майку, одела юбку, на ногах турецкие шлепки. Вот так вот. Так вот я выгляжу. Если что-то приобрету, я вам обязательно, обязательно покажу. Доехала я до светофора, а светофор не работает. Вернулась на свою остановку и пошла, думаю, пройдусь я по рынку, потому что надо было купить коту корм. Конечно, я купила ему фрискес. Да, у нас он 7,20 килограмм. Вот. На рынке взяла помидорчиков. Таких пальчиков они килограмм рубль 50. Ну, я на рубль говорю, чтобы мелочи не давать. Взяла тоже на рубль огурчиков, но огурцы участника брала. Надеюсь, что они будут сладенькие. И в магазине увидела, девчонки, пломбир. Пломбир по 76 копеек. Я говорю, а что это такое? Почему такое дешевое мороженое? Да еще и пломбир. Наверное, вы неправильно написали? Нет, смотрю, на мороженое написано пломбир. Она говорит, потому что оно наше витебское. Вот как. Вот так. Вот сейчас сделаю себе салатик, сделаю себе мороженое и пойду в беседку. Сегодня хорошая погодка. Ну, что, мои хорошие, я в беседке. Чудесная погода. Температура повысилась. Сейчас 20 градусов. Солнышко тихо. Я сделала себе салат. Вот такую большую миску. Огурцы и помидоры. Засыпала перчиком, солью и сметанки, конечно, добавила. Вот. Никакого хлеба, ничего, ни колбасы, ничего не хочу. Хочу просто вот этот вот такой вот салат. Сейчас буду пробовать эти огурцы, которые я купила участника. Хорошие сладкие огурчики. Вот. И выложила в креманку два мороженых. Одно казичневое, второе белое. Знаете, чем палила? Не догадаетесь. Коньяком. Вот так вот мне захотелось. Так, обычно я ложу варенье. Есть еще у меня ликер Сталина. Вот я могу полить ликерчиком. У меня, кстати, бальзам есть еще Сталина. Девочки, привезла. Сколько прошло? Пять или шесть лет назад. Я привезла большую бутылочку бальзама. Обычного такого норильского бальзама. Не Сталина, а с Риги, что я говорю. Это просто я ездила в Таллинн, Стокгольм, Рига. Да. Вот. И с Риги привезла эту глиняную такую бутылку. И вторую привезла маленькую с черной смородиной с добавками. Там сейчас Стали уже эти самые делать эти бальзамчики. Так вот, та, которая... Бальзам с этой... с черной смородиной, она сладенькая-сладенькая. И как девчонки мои, кто приходил, я всегда им поливала. Потому что мороженое поливало. А так просто его сладковато пить. И он такой, знаете, крепкий. Вот. Девочки, я сегодня буду разговаривать и буду все время есть. Потому что у меня нет сил удержаться от этой вкуснятины. Шмяк там ходит. Вы знаете, что он натворил? Когда был Максюша у меня. Когда он у меня был с ночевкой. Он все время... Водяная моя лягушка. Брал ведрами и воду выливал. Себе там варил суп. Кашу кормил меня. Я вам как-то показывала это. Почти пол водоема вылил. Цветы мне поливал. Ну, а я думаю, ну что я уже теперь буду это самое... Заливать водоем. Уже дело к осени. Зачем мне это надо? Потом, куда эту воду? Так она будет замерзать и все. И ошмяк. Да, вот он явился тут, не запылился. Да, явился, явился, не запылился, девочки. Так, что ты тут... Ты это не будешь есть. Куда ты лезешь? Ты это не будешь есть. Что на тебе пушинка какая-то? Ну, вот. Мороженое? Ты хочешь мороженого? Вот такая наглая рожа эта. Ты только что наелся. Я тебе сушки столько купила. Так, не тряси мне... Не тряси мне стол. И потом я смотрю, тут он поел сушки. Шмяк. Воды осталось уже мало, потому что, вероятно, когда Максим... Ой, улетит мой телефон, улетит ветер поднялся какой-то. А Максим лазил, видно, он все-таки своими грабельками или чем-то продырявил эту клеенку. И что? Вот это вот чудо делало. Смотрю я в окно. Ну, думаю, ну почему? Я... Стоит у него тарелочка для сырого корма с пакетиков, мисочка для сухого корма и водичка стоит. И он дома никогда не пьет воду. Думаю, ну как же, может, животное... Не пить воду. Возле беседки тоже стоит то, что я ему купила такую желтую двойную. Он не стал дома с ней есть. Я ее налила воды, и она у меня стоит возле беседки. Ну как-то... Коту надо же вода? Нет же. Вот там ему тоже не надо. И смотрю, сейчас у меня в водоеме, ну вот столечко воды. Вот столечко осталось воды. Смотрю, мой шмяк подошел к водоему и прыгнул туда внутрь. И пьет эту воду. Глупыш, ты глупыш, грязную воду пьешь, а? Глупыш. Вот лежит у меня тут, хрюкает. Вот так. Так что меня водоем теперь без воды опять. Ну и что уже в августе наливать? Уже нечего наливать. Как хорошо. Как будто начало лета. Вот сейчас-то ощущение, как я первые дни, начало лета, я тут сидела в беседке. Потому что я, наверное, с месяц здесь не была. Были холодные дни, шел дождь, потом я уезжала, потом приехала, опять дождь. А когда дочь, естественно, что тут делать, когда холодно? Даже уже думала, что это теперь одеваться во что надо было. Вот. А так не хочется еще холода, девчонки. Как не хочется, чтобы было холодно. Хочется лета. Ходила же в этот самый светофор не попала сегодня, поэтому пошла на рынок. Думаю, корм куплю, мороженое куплю, помидоры, огурцы. Ну и подошла к Лене, к Лене на тапочках, которая мне тогда путевочку подкинула со скидочкой, увидела. Говорю, ну что, так, правильно, иди, так, шмяк от меня отсюда. Вот. Говорю, ну что, как поедем, куда поедем в следующем году? Она говорит, я хочу в Тунис. И вы знаете, я тоже на эту тему подумала. Вот. Ну. А это надо искать, конечно, потому что я Туниса не знаю. Надо искать отель. Такой, чтобы был вот как в Кемере. Все рядом. Надоело я вам, наверное, с этими разговорами. Ну, девочки, для меня это больная тема. Пока я жива, для меня это больная тема. Потому что все остальное, все остальное так обыденно. Так скучно. Встал, постель убрал. Ну что, мне это вам показывать? Нечего показывать. Вот. Пошел кофе попил. Где-то что-то подтер, подмыл, убрал. Все. Я даже вон тут прополола две гряды, а потом начались дожди. И так у меня грядка заросшая. Максимин там, наверное, самое видно. Он, когда приходил, домик разобрал, а я его собрать не могу. Он так хитро собирается, как-то складывается в одну плоскую такую сумочку. Ну, а дети не приходят. Не приходят больше. Тоже видно какие-то дела у них. Сейчас. Доллар, девчонки, так растет каждый день. Не по дням, а по часам. А им за квартиру долларами платить. И долларов-то нету в банках. Нету в банках долларов. Это вот что творится. Так вообще у нас в Витебске тихо. Как жили, так и живем. Все самое страшное, наверное, прошло тогда, когда меня не было. Ну вот. Огурец зацепился за щеку. Но я уже стараюсь так поаккуратнее кушать, чтобы вы не сказали, что вот сидит тут, жрет на камеру. Но не могу удержаться. Хочу и с вами поговорить. И так вкусно. Думаю, надо, наверное, вот попробовала эти помидорки купить. Сливки эти. Думаю, надо, наверное, у меня полкилограммчика взять. Порезать кусочками и в морозилку засунуть. Потому что зимой это пригодится. Смотришь, когда-нибудь и борщ сварить. Да и яичницу сделать. С помидоркой. И перца, наверное, надо. Но что-то перец у нас не дешевеет. Вот у нас перец 2,50 самый дешевый. Болгарский этот перец. А так и 3,50 есть такой более такой вот бордовый. А помидоры вот рубль 50 эти. И рубль 50 есть совсем какие-то вот такие вот малюсенькие-малюсенькие. Это все на рынке. В Евроопте я даже не знаю, по чем-то. С Евроопта тащить фрукты и овощи далеко. А тут только вот с базара. Вот так вот. Вот такой вот день. Вот встала. Сюда не попала. Сюда сходила. И села с вами поговорить. Поговорить даже, можно сказать, не о чем. Все так вот. Просто обыкновенно. Просто обыкновенно. Если что-то интересует, конечно, задавайте вопросы. Я сегодня записала кофейный влог. У меня было всего лишь два вопросика. И тоже, кстати, такие вот про отдых, про море, про все, про путешествия. Вот сейчас у меня в видео это обрабатывается. Потом я его загружу. Ну, вот так. Красота. Хорошо, тепло. Птички. Птички каркают. В Крыму там, в Крыму говорю, в этом самом, в Кемере, так там какие-то такие вот чирикали. Чирикали такие, приятные такие вот слуху, звуки издавали. А здесь у меня ворона, потому что у меня там вот огромное дерево. И у них там, они живут со своими семействами. Вот. Ну, вот такое вот видео, девушки. Обыкновенная, обыкновенная. Ну, вот такая жизнь. А что будет? Дальше только так и будет. Встала, кофе сварила, поела, попила, убрала. Ну, если только какие-то будут заказы, может, с Эйвен или с Фаберлик. Кстати, понедельник мне надо сдавать два заказа. И с Эйвен, и с Фаберлик. Вот там я вам покажу. Там есть у меня и там, и там. Главное, чтобы в Фаберлике было... Было на складе всё. Что и я хочу, что и мои девчонки хотят. Это ведь так. Что-то хочешь, а там нет. Ладно, я буду кушать. Не буду вас раздражать больше. А то, пока я съем салат, моё мороженое растает. Вот. Такое оно вкусненькое-вкусненькое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!